Тили-тили-тили-тили-тили-ли-тили-ли-ли Ну что, прошло 4, 4 у нас стрима создающих, да? Или 5? 5, наверное, уже. Не помню, 4 или 5? Но сам факт то, что месяц где-то, как мы стримим на создание, и, ты знаешь, пошли первые результаты, обратная связь, первые всходы. То есть крутитесь как хотите, ребята, верьте, не верьте. Откройте дату, когда был стрим, откройте, как закладывалась информация в психике, в подсознании. И откройте, как она проявилась в коллективном. То есть коллективное является частью нашей психики. Причем это мы создаем коллективное, мы об этом говорим, и в психике это так и есть. Это часть создающего сознания. И работать с коллективным достаточно сложно, потому что надо не только Бога в себя вернуть ответственность. Надо и создателем стать. И тут определенное расширение сознания и определенное позволение себе допустить мысли, что именно коллективное является производной твоего сознания. Что оно не само по себе существует. Да, что оно не объективно существующее, а оно субъективно существующее. И вот удивительная тема, да, восприятие меняется на самом деле, когда ты приходишь к этому, и ты это осознаешь. Восприятие меняется, и тогда получается, что все персонажи, которые потом проявлены на телеэкранах, они выглядят марионеточными. То есть они как игрушки в театре. Это восприятие, и каждый имеет право воспринимать информацию так, как он может в силу своего развития, развития его сознания. Так вот, на первом стриме мы с чем работали? Мы работали с религией, и работали с тем, чтобы проявилось предательство религии и государства, чтобы там вышел конфликт программ. И потом должно было это проявиться дальше. Но самое главное, что именно по предательству религии. И удивительная тема, которая... Само, чтобы шло понятие религии и предательства, чтобы они вместе соединились. Два слова. Что это одного поля ягоды. Да, и удивительное дело, первая статья, которая попалась на глаза, это как религия уклоняется от налогообложения. Это одна тема обман. И она буквально там к 15 марта и выскочила очень быстро. А вторая тема, это заявление Байдена, которое вот сейчас муссировалось последние два дня очень активно. Это на тему День трансгендеров на Пасху, да? На Пасху, да. То есть как в сознании людей, да, то есть уже в норму включаются трансгендерные вещи. То есть уже через религию в норму закачиваются. То есть это нормально будет, чтобы твой ребенок выбирал пол там и так далее. И это делает религия. Это предательство человечества на самом деле. И когда вот эти вещи проскочили, я сперва думала, да ну нафиг, да не может быть. Несочетаемо, да, кажется, да ну, неужели? Твое же подсознание создает, но ты же, в чем прелесть игры? Ты же не знаешь до конца, как оно проявится. Ты же просто программы меняешь, а там как оно проявится, какой фильм запустится, да? И тут бац, с этой стороны вылетает. Это как откодировал, а как картинка потом проявится. Не всегда тот, кто кодирует, до конца знает, а проявилось. О, хорошо получилось, супер или плохо получилось. Ну, ржачно, конечно. Когда вот этот материал увидели, я просто была в шоке. Я знаю, что это плод нашего сознания, сто процентов, что не случайно эти все проявления пошли. И это, конечно, было великолепно. Так даже, смотри, даже фильтра вот эти, да, они так раз наехали друг на друга, как эти подходящие пазлики, один к одному. Да, 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 и они должны потом поставить на колени. Молиться, молиться и молиться. И дальше будут ребята молиться. Ну, это весело. Но есть же не весело вот то, что происходит в Казахстане. Там суровее все происходит. Но самое главное, что смотри, когда мы вмешиваемся уже в процессе, когда фильм снят, переделать фильм в момент, когда уже идет сценарий, очень сложно. Не скажешь, а два, стой, сознание, не беги в эту степь. Все, там уже идет сюжетная линия, она должна быть завершена. Но какие-то изменения в сюжетную линию можно внести, небольшие, но это уже будут мелочи по сравнению со всем остальным. Точно так же и болезни. Точно так же и королевская семья. Уже три человека болеют онкологией. Мы сказали, что там все будут болеть онкологией. Тогда еще диагнозов было неизвестно. И сколько человек будет неизвестно. Сейчас один за одним полетели. И будут болеть, потому что это неизбежно. Да. Тогда ты не решилась проговорить, а будут болеть на страхе. Потому что идет панический страх. А панический страх идет, потому что сознание зацепилось за один очень неприятный момент, который мы вслух проговаривать не будем. Их сознание зацепилось. И сознание в панике. И сознание в панике продуцирует онкологию. В принципе, если отцепить сознание и перепрограммировать, то можно и поправиться. А так нельзя поправиться. Тут без вариантов. Да. Поэтому пока оно будет именно так работать. Да. И тогда... Паника будет нарастать. Тогда самая большая проблема в том, что я не помню, что мы еще там создали. И я. Надо слушать. Потому что потом не запоминаешь этого. А что-то же еще не проговаривается. Поэтому просто вообще, да. Просто не помнишь. Кстати, на последнем стриме ты не стала проговаривать. И там мне потом присылал человек в личку вопрос. Так что же такое с женщинами было? Вот когда ты говорила, женщины потянулись в города. И после этого пошли деградационные процессы большие. И потом в 2019 году, после 2019 года, это начало выправляться в плюс. Так вот, мы тогда не могли произнести это слово, потому что у нас бы забанили стрим. Да, именно поэтому. Отключили бы канал. А на самом деле речь шла о прививочной кампании. В роддомах. В роддомах. То есть, если кому-то интересно, может вернуться и посмотреть последний стрим, создающий. И посмотреть, к чему это привело в сознании женщин. И к развитию, ну, в дальнейшем тому, что развивалось. К последствиям, которые были в обществе, в сознании. Именно мы смотрим с позиции сознания, насколько развивается сознание, либо деградирует сознание. Так вот, мы наблюдаем деградационные процессы, которые были в сознании, особенно в женском. У матерей. А, кстати, когда ты говорила, что очень много было больных женщин там с психическими расстройствами в каком-то периоде. Там был какой-то момент. Что-то такое помню, но я... Слушай, как раз в то время была белая горячка, на самом деле. Женщины, послеродовая горячка. Не белая, а послеродовая. Женщины рожали, и когда их заражали, ну, то есть, не в совсем чистых условиях происходили роды, то зачастую случались горячки, и женщины зачастую оставались в другом мире. То есть, они сходили с ума. Тогда много у рожениц было проблем на тему психики. Это вот был период такой. Я так, ну, помню, аж глубоко, когда уходишь, то потом повторить, конечно, то, что сложно. Ну, помню, да, что-то было с сумасшествием у женщин. Меня порадовало то, что на последнем стриме было много толковых вопросов. Реально, мы даже на все не ответили. Если ребята приготовили вопросы на следующий понедельник, то мы с удовольствием поработаем в следующий понедельник. Готовьте толковые вопросы. Готовьте вопросы, действительно, то, что вы хотите, чтобы как изменился мир. Но, смотрите, мы не будем делать какие-то вещи. Мы будем только в плюс, в любовь, в радость, в чистоту, в создании действительно осознанного общества. Создание общества, которое действительно находится в благодарности и действительно, где развивается сознание, они деградируют. То есть нет смысла создавать овнов, они уже созданы, то есть во всех религиях они предусмотрены. Есть смысл разбудить человека, чтобы он вспомнил, что он Бог, что он создатель. Поэтому задавайте вопросы в любом случае, даже если вам покажется, может быть, мой вопрос какой-то будет неинтересный или опять они отбросят мой вопрос. Неважно, задавайте, просто задавайте и обязательно что-то выстрелит. Потому что если вот так рассуждать умом, брать, задавать этот вопрос, не задавать, то на самом деле ничего не будет. Надо проявляться и надо не бояться высказать свое какое-то мнение, свое видение, свое что-то наболевшее. Неважно. Главное написать. А там уже мы посмотрим, как оно отзовется. Потому что мы берем те вопросы, которые отзываются в нас. Именно отзываются, потому что иначе смысла нет. Должен быть интерес. Да. И знаете, все-таки мы, когда оглядываемся, например, на создание, нам очень понравилась серийная работа в Москве в живом формате на встрече. Знаете, ведь обратная связь приходит не от всех людей. Но те письма, что мы получили, мы были, ну, сказать, что в шоке, это ничего не сказать. То есть, казалось бы, встреча, казалось бы, общие вопросы. А жизнь людей вот так, пум, на 180 градусов. Вот просто одна встреча. И вот пример последний, который меня просто добил контрольным в голову, это про девочку нашу, которая была там. Кто помнит, была у нас там девочка, которая пошла в школу... Этих... Театральная, да. Студию на там, да. Студию. Она на артистку пошла учиться. Она студентка и заодно пошла в театральное мастерство. И тоже там переживала, и там были свои состояния. Кто помнит эти состояния и рассказ. Даже ролик был выложен, маленький там отрывок ее рассказа в группе. И прошло вот сколько? С 20 марта. С 20 марта. А у нее вот так жизнь закрутилась. Ей сказали тогда на встрече, что сделать конкретно, и она сделала. Она сделала, она совершила сразу действие. Сегодня она уже приглашена на главную роль в фильме. И, по-моему, не в одном. И уже второй фильм пошел. Нет, там уже съемки идут полным ходом, а у нее уже не одно будет. Да, уже, по-моему, даже есть не одно. Да, то есть вот вообще просто... Вот кто помнит девочку ее состояние, и такой чистый, хороший ребенок, просто обалденный. И вот работа пяти минут сознания. И сознание с сознанием, и вот когда есть эта чистота искренности, желание действительно вытолкнуть человека. Вот, и жизнь другая, совсем другая. То есть расклады поменялись, фу, как будто другая линия жизни. И потом, пускай астрологи говорят, не говорят там про автоматические сценарии. Все свои автоматы ставьте себе. Человек может быть роботом, а может быть человеком. И человеком он может стать только, когда проснется. И это состояние инфодайвинга, когда он всю информацию берет в себе, когда он способен чувствовать, слышать себя и чувствовать. В этом плане, кстати, по чувствительности очень хорошо идет сейчас эксперимент, который по молодости и здоровью. Там первое, что начало у людей возвращаться, это чувствительность. Опять-таки, вот обратная связь. Люди пишут, когда вот что у них там ощущения начали гулять по телу. Потом они не могут контролировать вилочковую. Они не понимают, что происходит с их сердцем. Они не понимают, что происходит с их чувствами. И вот я получаю... И читаешь и понимаешь, что у человека пошло переключение на себя. И человек начинает это как изучать себя, чувствовать себя. И пока сказать управлять своими процессами еще рано. Управлять еще нет. Еще нет. Но хотя бы чувствовать. Интерес уже проявился к себе. Вот именно интерес. Да. И это, конечно, круто. Разворот сознания к себе. Когда я сам интересен себе. Да, да, да. Вот первичное просыпание – это я сам интересен себе. Не я делаю из своего тела что-то, что интересно кому-то со стороны. Я это делаю для вас. Я для вас накачаю сиську, письку, еще что-то. Я для вас одену платье. Я для вас танцую. Я для вас спою. Нет. Если я и танцую, и пою, то для себя. Если я что-то делаю, то для себя. И я чувствую, хочу я этого или не хочу. Да. И я вижу мир через призму себя. И вот когда человека разворачиваешь вот так к себе, он начинает чувствовать. У него появляется первый опыт чувств. Это чувствуется как если бы. И человек начинает первично воспринимать информацию из себя через опыт чувств. И для него открывается мир. Первый мир, который открывается – это мир тотальной лжи. То есть вся реальность объективная, тотально соткана из лжи. Поэтому здесь очень много поликлиник, больниц и так далее. Потому что все болезни имеют в подоснове ложь. Ложь самому себе. Выворот. И при этом кажется, что это ложь. Где-то это не я. Это самообман тоже. Самообман мы разбирали как раз на лекциях. То есть вообще настолько интересная игрушка. Мы ее уже по запчастям разобрали. И как это все устроено в психике. И это, конечно, невероятно. Суперовски. Да. И вот этот эксперимент, он просто очевидно людей в себя разворачивает. Причем не то, что там из боли в себя. А из интереса. Из интереса и счастья. Ключевое. Просто ключевое. И будет. На самом деле будет, чтобы человек проснулся и развернулся к себе. И знаешь, я вспоминаю тот будильник, который был в моей жизни когда-то. Я все-таки хочу произнести в очередной раз слух слова благодарности. В книгах их писала Мирзакаримус Анакович Норбеков. Что благодаря ему мое сознание в свое время заинтересовалось собой. То есть я сегодня осознаю на 200%. Если бы я там ушла в систему Норбекова, как многие уходили в тренера там и так далее. То я бы заснула коматозным сном и чего бы не было. А вот именно вот ровненько один укол, просыпание, благодарность и все. И другой путь. Но этот путь был, вот этот звоночек был от него. И это классно, когда, если мы для многих людей тоже являемся своего рода будильниками, это на самом деле здорово. А какая разница, что вас развернет к себе. Главное, чтобы вы стали интересны сами себе. И начали двигаться к себе. Начали вспоминать в себе. Ну, для начала Бога. Это очень важный момент. Пока вы не вернете домой Бога, вы не поправитесь. Никак, никогда, ни при каких обстоятельствах. Это просто пока не вернете, вы будете постоянно в ловушке из одной сети в другую, из другой в третью. И пошло тут. А смотрите, как сложно вернуть. Приведу пример. Вот человек. Вот мы недавно с тобой разговаривали как раз. Вот человек говорит. Да ну, я высшая сила. Я Бог. Я Создатель. Прекрасно. А потом ему знакомый говорит. Слушай, тут такие БАДы хорошие. Вылечит любое заболевание. Вот этот БАД, он самый крутой человек. Да, БАД мне поможет. БАД, он самый крутой БАД. Пум. Ну все. А где Бог, где Создатель? Где ответственность? Или точно так же. О, этот продукт заражен. Его есть нельзя. Пум. А где Бог, а где ответственность? И поехали. И каждый момент. И вот это переключение. Переключение, но к себе так не поморачивается. И в то же самое время. Я выкину этот БАД. Я откажусь от этого продукта или еще от чего-то. Нет, это точно так же. Бога, ты уже выкинул. А где золотая середина? Как ее нащупать в себе? Как остаться в себе, когда ты точно знаешь, что вот это сейчас мне надо, это не надо? Может, из этого БАДа тебе надо одна таблеточка и больше не надо? А может, ее не надо? Может, ее травой какой-то заменить? А может, еще что-то? Но это же надо найти в себе. Но это же надо чувствовать в себе. А это надо чувствовать. И вот вместо того, чтобы сесть и почувствовать, человек – да, вот для меня авторитет. Все. Вот твой авторитет уже в таблетке или еще где-то. Что такое вообще авторитет? Это инвалидное кресло на самом деле. Все. Это уже нет. Нет тебя самого для себя. Надо уметь пользоваться всеми возможностями, какие есть в жизни, в мире, можно сказать. Просто пользоваться так, как тебе надо. Чувствовать. Из себя. Да, не слепо верить, доверять и беспрекословно исполнять, а чувствовать из себя, вот именно в себе чувствовать чувства. Вот это то, что нам просто необходимо вспомнить, как это чувство, что такое чувство себя, что это такое. Вот это просто, это мы настоящие, это мы живые, это мы проснувшиеся, когда мы чувствуем, мы живые. И самое интересное тогда то, что хорошо одному человеку будет не очень другому человеку. Каждому свое. Один человек любит пирожок, другой не любит пирожок. Один любит изюмки, другой не любит изюмки. Мы все разные. И если ты хочешь быть самим собой, будь, ну, тогда только через чувствование себя по-другому не получится. Классная игра. Да, и тогда нет ничего лишнего на самом деле. Есть только многокрасие, многовкусие, да, и ты можешь лишь выбирать, что тебе по вкусу, что тебе по драву. И жить в удовольствии, в этом разнообразии, в этом раю. Да. Не ограничивая себя ни в чем. Надо научиться видеть себя, а не свои зеркальные отражения. Чувствовать себя, а не свои зеркальные отражения. То есть мы ориентируемся всегда на, вот сразу там, девушка знакомится с парнем. А какой он парень? Хороший, плохой. А сколько зарабатывает? А буду я с ним счастлива или не буду? А сделает ли он меня счастливый? Да, и пошло. Все, парень в авторитете, и пошла игра. А если я чувствую, да, мой парень, я чувствую, что я смогу с ним быть, и я смогу с ним создать счастливую семью, счастливые отношения. Хлоп. Ты уже это все знаешь, и знаешь дальше, как будут развиваться события. Но это только изнутри идет в тебя. И тогда ты определяешь. И этот парень тогда априори уже все, его песенка спет. И потом мне надо рассказать, ой, как мне выйти замуж за парня. Быть самой собой. Быть самой собой, искренне и настоящей. И это так просто вообще. И самое главное, что этому на сегодняшний день никто не учит наших детей. И детям так тяжело перестраиваться, потому что родители не все понимают, о чем мы говорим. Даже ты знаешь, я когда оглядываюсь на многолетний вот этот путь, связанный с наблюдением людей, вот кого мы из аутизма выводили детей там, и с кем мы работали на консультациях и так далее. Я когда вот эти вещи вижу, я понимаю, что человек может проделать какой-то небольшой путь. А дальше он снова возвращается в старое. И очень тяжело сознанию просыпаться. Очень тяжело. Невероятно. И даже я осознаю, что мы допустили ошибки, например, то, что мы не сильно там пробовали выстроить ту же систему инфодайинга. Это была наша ошибка. Мне казалось, что ведь очевидно, ты идешь, и если ты интересен себе, то какая разница, с какой темы ты зайдешь. Сразу научись видеть ложь. Будь искренним, вали по интересу, и все, больше ничего не требуется. А потом вот то, что я сейчас вижу, я понимаю, что на самом деле не для всех это все. Потому что, смотри, на самом деле вот мы валили, да, но мы это как перебирать шкаф, да, а складывать заново. Ну, то есть то, что мы прошли, по полочкам раскладывать, вот это мы не делали. Ну, и знаешь, когда я вижу ложь, когда человек берет, ну, кусок вырывает из контекста нашего материала и рассказывает, это моя психотехническая база. Продает психотехническую базу. Но психотехника без осознания не работает. Ты не пережил этот опыт, это не тобой прожитый, это не ты это создал. И, соответственно, у тебя это уже получается пережеванная пища. И человек... Да, и человек, получается, обманывает другого человека. А ведь на самом деле это работа, чья психотехническая база, надо только ее осознать. Все, что требуется, это осознать. Осознать, но тоже не через ложь, а через искренность. А если ты лжешь, то ты уже заведомо создаешь больной мир. Заведомо. Ну, вот смотри, когда мы говорим слово осознать, вот мне муж недавно подсветил, он говорит, ты пойми, говорит, 90% людей не понимают, что это такое. За этим словом не стоит процесс, который они понимают умом. Ум не может осознать. Все, для человека это табу. И для человека осознать равно, ой, помолиться, сходить в медитацию и так далее. А ведь это не об этом. Для человека закрытое озарение. Почему закрытое? Почему гении рождаются редко? Потому что закрытое озарение, потому что нет осознаний. Потому что это один и тот же канал связи с подсознанием. Он просто закрыт. Причем у мужчин он закрыт более глухо, чем у женщин. Ну, это так, на самом деле так. Ну, это так. Поэтому женщин за алтарь не пускают. Иначе разнесут этот алтарь к чертовой матери. Да, да. Ну, хорошо так это. Только через женщин идет, на самом деле. Все. Абсолютно все. Да. И поэтому сейчас тоже хотят обмануть, обмануть даже здесь, обойти женщину. Это вот эти искусственные матки, искусственная создается. Смотри, как ум пытается всячески свою территорию удержать, ограничить и максимально изолировать от женщин. А это заведомо в никуда. Это все уже. Это полностью гибель. Ты знаешь, я вчера, когда смотрела ТикТок, вечером уже перед сном, вдруг задумалась, что есть тема для нашей совместной работы по созданию. Просто на самом деле пошло тотальное безумие. Безумие связаны с экспериментами в области вирусологии, в области работы с мозгом, в области подчинения сознания человеку. Вот смотри, я приведу один пример из старого. Вот когда-то вспышка была спида, говорили от обезьян. Но если мы войдем в составляющую ВИЧ или спида, мы увидим рукотворное происхождение. То есть мы не видим там природное происхождение, мы видим рукотворное. И при этом, вот смотри, сегодня ВИЧ полностью взят под контроль. Человек может жить бесконечно долго, но при этом он должен являться там в кабинетик какой-то, ему дают лекарства. То есть если он не приехал в этот кабинетик и не начал пить эти лекарства, то, грубо говоря, его отсчет в этой жизни пошел в обратную сторону. И тогда для того, чтобы жить, этот человек должен всегда приходить. Ну вот сегодня они и есть в свободном доступе, а завтра хлоп их нет. А послезавтра они выдаются на определенных условиях. Да, да, да. И вот смотри... Делай то, тогда вот дам тебе то. Похоже на что-то. Вот смотри, это одна тема, это старая тема. Вот те темы, которые сейчас новые стартуют, они в разы круче и быстрее. То есть здесь потребовались десятилетия, чтобы дойти до такого состояния. А тут годы. И человек становится абсолютно управляемым. И я вчера зависла было, что в принципе, в принципе, это сознание, оно ощущается даже. Именно сознание, которое дало отмашку на эти эксперименты. Может, пришло время добавить солнечных лучей? Этого сознания. Ну и посмотреть, как это проявится в реальности. Да. Просто, например, почему такие мысли пришли? Вот этот момент, когда я заскочила в поликлинику на 5 минут. Да. Я зашел туда на 5 минут, да. 5 минут продлились. Я неделю не могла нормально дышать. То есть у меня осипший голос. То есть я понимаю, что я схватила какую-то вообще чужеродную заразу, которую как будто мне кто-то ботинок на грудь поставил. Именно на вилочку. При этом я понимаю, что для меня это один из жизненно важных органов с точки зрения чувств. А тут реально вернуть себе голос и вернуть нормальное дыхание мне было сложно. И ты сама с меня это все снимала и доставала. И это тоже было рукотворное, между прочим. Это не было природно. Это меня не продуло и не просквозило. Это абсолютно рукотворная фигня была. Поэтому вот эти 5 минут превратились в неделю разборок. И я подумала, да твою ж мать. Почему я должна заниматься какой-то херней вместо того, чтобы работать? Поинтересно. Почему я это время не могу уделить и отработать какого-то ребенка? И вместо этого я должна висеть на том, чтобы нормально самой дышать. Но это же за рамками разума. И поэтому я предлагаю, закончив этот подкаст, немножко поработать. Согласна. Пора. А результаты экспериментов вы увидите в реальности? В фильме объективно. Ну да. Обычно такие события потом вываливаются в СМИ. И они произошли случайно. Случайно. Ну что, экспериментируем. СМИ.